Бывший узник трудового лагеря в китайском регионе Синьцзян рассказал о своём аресте и заключении. Он выступил на пресс-конференции в Вашингтоне после того, как бежал в США. Авалбек Турдакун – христианин, родом из Кыргызстана. Его арестовали в 2018 году дома, прямо на глазах у семьи. После этого его доставили в место, которое называли лагерем профессиональной подготовки. Перед этим было судебное заседание, которое длилось три минуты. «Вы обязаны признать любое преступление, которое они вам приписывают. Вы обязаны это принять и быть счастливым, и просто жить там мирно и тихо». Турдакун выступил на мероприятии, которое организовал Мемориальный фонд жертв коммунизма. Это правозащитная организация, которую создали ещё при администрации Клинтона. В суровых условиях трудового лагеря в Синьцзяне Авалбек провёл 9 месяцев. После освобождения с семьёй бежал в Кыргызстан. Член палаты представителей Крис Смит из Нью-Джерси, представитель комиссии Конгресса по Китаю, также выступил на мероприятии. «Генассамблея ООН, если бы захотела и если бы у неё была воля, могла бы созвать трибунал для привлечения Си Цзиньпина и других членов этой чудовищной коммунистической партии Китая к ответу за их преступления, за геноцид против миллионов людей». На мероприятии основной фокус сделали на ситуацию мусульман-уйгуров в китайском регионе Синьцзян. Поступают свидетельства, что там создали многочисленные центры так называемой «профессиональной подготовки», которые по факту просто тюрьмы. И в них содержат до миллиона уйгуров. При этом репрессиям в Китае подвергаются не только они. По данным многочисленных свидетелей правозащитных организаций в КНР, также репрессируют последователей домашних христианских церквей, тибетцев и приверженцев древней медитативной практики фолунь-гон. Всего один ингредиент помог кенийскому бизнесмену делать наиболее эффективные органические удобрения. При этом они в два раза дешевле химического аналога. И учёные и фермеры уверены, что новое удобрение лучше обогащает почву и снижает её кислотность. «Я замечаю, что помидоры растут лучше, а плоды стали больше». Образцы почвы с новым удобрением протестировали в лаборатории в Найроби. Специалисты подтверждают, что эффект хороший. «В почве, удобренной органикой, лучше идёт процесс агрегации. Она меньше подвержена эрозии. А сейчас, во времена неустойчивого климата или более интенсивных осадков, нам нужна почва, частицы которой хорошо склеены вместе. Так она лучше противостоит эрозии и удерживает больше влаги». Создал новую формулу Сэмюэль Ригу. Он даже её запатентовал, но большого секрета из неё не делает. Ценный ингредиент – это рисовая шелуха. «Мы приехали сюда в 2013 году, и я нашёл горы сожжённой рисовой шелухи». В последние месяцы спрос на удобрение растёт. Владельцу компании пришлось удвоить штат. Люди работают по 18 часов в день и за неделю делают до 45 тонн удобрения. Это вдвое больше, чем в феврале. В Германии строят плавучую солнечную электростанцию на карьерном озере. Страна надеется, что эта легко устанавливаемая технология поможет ей отказаться от ископаемого топлива. Пока это небольшое семейное предприятие в западно-германском городе Хальтенамзе. Оно сможет обеспечить мощность 3 мегаватта, что эквивалентно типичной наземной ветряной турбине. «Мы строим здесь плавучий фотоэлектрический парк на 3 мегаватта. Настоящая инновация в Германии. В Нидерландах уже реализовано много электростанций мощностью более 200 мегаватт. Но в настоящее время мы строим самую большую плавучую солнечную электростанцию в Германии». В общей сложности будет 5800 модулей на 360 плавучих элементах. В эксплуатацию станцию введут 24 мая. «Здесь мы можем производить зелёную электроэнергию на неиспользуемых водных поверхностях. И таким образом также стать независимыми от ископаемых источников энергии». Германия пытается найти альтернативные источники энергии и постепенно отказаться от российских нефти и газа. Планируют разместить около 20 гигаватт солнечной энергии на воде. «Да, мы внимательно изучили потенциал плавучих солнечных электростанций в Германии. И я считаю, что это только начало крупного перехода к электростанциям на возобновляемых источниках энергии на поверхности воды». Плавающие панели будут занимать пространство, которое в противном случае просто никак бы не использовали. Благодаря им в атмосферу не попадёт 1100 тонн СО2, который за год выработали бы на ископаемом топливе. Кадры не для слабонервных. Железнодорожная платформа в Аргентине. Город Гонсалес-Катан в провинции Буэнос-Айрес. Женщина неожиданно теряет равновесие и падает между движущимся поездом и платформой. «Вызывает станционная команда. Пожалуйста, включите камеру. У нас женщина упала на пути». Каким-то чудом женщина оказалась жива и в сознании. «Мы вызвали скорую 911». Пострадавшую отправили в местную больницу. Её жизни ничто не угрожает. «Скорая приехала. Она отвезёт женщину в больницу». Этот инцидент произошёл ещё 29 марта, но видео с камеры наблюдения обнародовали только сейчас. Пострадавшим в результате сильнейших наводнений и оползней в ЮАР помогут военные. Власти распорядились задействовать 10 тысяч солдат. Это произошло через неделю после начала проливных дождей. В задачу военных будет входить очистка пострадавших территорий и доставка гуманитарной помощи. Погибшими пока числятся 443 человека. И ещё 63 местных жителя пытаются найти. Это пригород Умбумбулу, в 45 километрах от Дурбана. Здесь ищут женщину. Предположительно, она возвращалась с сыном с работы и обоих унесло внезапно нахлынувшим потоком. Полицейским в поисках помогают местные жители. Пока удалось обнаружить лишь её одежду. Мы здесь ищем нашу соседку. Её смыло рекой. Мы в этом уверены, потому что тело её сына уже нашли. Дела обстоят плохо. Сын в морге. Мы не знаем, что делать с его останками, потому что не нашли его мать. В результате этих наводнений тысячи людей лишились своих домов. В некоторых районах нет света и воды. Стихийное бедствие сказалось и на операциях в порту Дурбан, одном из самых оживлённых в Африке. В этом году в Индии раннее и рекордно жаркое лето. В некоторых регионах температура воздуха поднимается до 44 градусов. Экстремальная погода установилась в Махараштри, Западной Бенгалии, Мадхия-Прадеш, Утар-Прадеш и других регионах. «Здесь непривычно жарко. Так обычно бывает в мае. Но в этом году апрель такой же, как май или июнь». Из-за жары умерло уже 15 человек. Все они получили тепловой удар. Под угрозой в первую очередь оказываются те, кто работает на улице, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дети. Многие индийцы в самые жаркие часы остаются дома, либо ищут укрытие в тени. Медики советуют пить больше воды, принимать прохладные души и не допускать перегрева организма. В Индии обычно самые жаркие месяцы – май и июнь. Потом начинается сезон дождей и становится прохладнее. Десятки такс со своими хозяевами собрались в Олимпийском парке в Мюнхене. Так здесь отмечают 50-ю годовщину летней Олимпиады 1972 года. Это были первые летние игры с официальным талисманом. Им стала такса по кличке Олимпия Вальди. Выбрать собаку такой породы тогда предложил президент Национального олимпийского комитета Германии. У него самого была такса, и вообще в то время многие мюнхенцы заводили именно такс. К тому же эта собака считается очень подвижной и выносливой. Талисман представлял собой таксу – кобеля в виде мягкой игрушки голубого цвета в полосатой майке. Поэтому некоторые таксы пришли на мероприятия в ярких свитерах. «Мы подумали, что это подходящий наряд. Главное, что сегодня не очень жарко, иначе мы не надели бы свитер». Таксы поучаствовали в соревнованиях и показе мод. А потом и хозяева, и собаки прогулялись вокруг Олимпийского озера. Официально 50-летие Олимпиады отметят в августе. Она проходила в конце лета – начале осени. Олимпийский парк, построенный для игр, служит жителям Мюнхена до сих пор. Здесь проводят культурные и общественные мероприятия. Поход в магазин – привычное для большинства людей действие, как и то, что мы отправляем остатки еды в мусорку. По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН, ежегодно в мире выбрасывают треть продуктов питания. Эта статистика также применима к Австралии. Местные власти говорят, что каждый год на свалках оказывается 7,6 миллиона тонн продуктов. «Если человек покупает пять пакетов с продуктами, то примерно один пакет пропадает зря. 34% приходится на жилой сектор. То есть мы покупаем продукты и не едим их». Это также потери для экономики. Только в Австралии ежегодно это около 27 миллиардов долларов. А если говорить о сельском хозяйстве, то четверть воды, которую используют для выращивания продуктов питания, в конечном итоге будет потрачена впустую. Для сравнения, один гамбургер – это 90-минутный душ. В Австралии проблему пытаются решить. Создают программы утилизации. Из продуктов делают компост, либо отправляют его в продовольственные банки. Есть и более креативные идеи. Майкл Мопс стал знаменитостью в Сиднее благодаря своим сидениям, которое одновременно – устройство для создания компоста и грядки. Сюда можно сбрасывать любые пищевые отходы. Затем их перерабатывают черви. «Я понял, что главный мой вклад будет состоять в том, что я переработаю еду и верну её обратно в землю». Такие сидения уже появились в некоторых кафе. А это ещё одна компания по переработке пищевых отходов. Называется «Компостная революция». Её цель – научить как можно больше людей производить компост у себя дома. Для этого она продаёт специальные ёмкости. К программе присоединились 80 тысяч семей. В общей сложности они помогли избавить свалки от 23 тысяч тонн пищевых отходов. В целом цель правительства Австралии – вдвое сократить количество пищевых отходов к 2030 году.